МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сургуте отпраздновали масленицу широкими гуляниями, песнями и танцами. Югорских предпринимателей научат взаимодействовать с иностранными контрагентами. 70 бизнесменов пройдут обучение по специальной программе по повышению экспертной грамотности. Югра вошла в число 12 регионов России, в которых реализуют пилотный проект по этому направлению. В целом, только за 2016 год в Югре прошло порядка 8 образовательных сессий, в рамках которых новым навыкам обучили более 100 человек. Нынешний курс, возможно, укрепит экспортные позиции Югре. Сегодня мы актуализируем соглашение и включаем еще в соглашение специально созданный институт при российском экспортном центре, школа экспорта, где на профессиональной основе уже профессиональные преподаватели будут нашим предпринимателям оказывать услуги образовательные по повышению их компетенции. Образовательная программа тоже очень интересная. Учат предпринимателей, начиная с общения со своими контрагентами зарубежными и заканчивая заполнением таможенных документов. В Югре продолжают развивать движение WorldSkills. Правительство Югры подпишет специальные соглашения с Министерством образования России, а также агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров. Губернатор Югры Наталья Комарова официально завизирует документ в рамках инвестиционного форума «Сочи-2017», который проходит сейчас в курортной столице нашей страны. Взаимодействие призвано повысить доступность образования, а также качество подготовки по востребованным специальностям. Кроме того, оно поможет ранней профориентации подростков. Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, на очередном заседании правительства здесь можно задействовать наработки кванториумов, многофункциональных центров, прикладных квалификаций, базовых корпоративных кафедр. Президент России отметил, что современная российская наука молодеет. Это действительно так. И наша задача создать условия для того, чтобы югорские дети и подростки могли как можно раньше проявить себя, быть подготовленными к тому, чтобы работать в условиях высокотехнологичных производств. Представители регионального правительства обучили бережливым методикам. Специальное пособие по внедрению бережливых технологий в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях презентовали в Ханты-Мансийске. Этот документ был разработан столичной экспертной группой и советом главных конструкторов Югре. Подробности в следующем сюжете. Эффективное использование рабочего времени и ресурсов. Вот главная задача, прописанная в концепции бережливого производства. Путь разумной экономии избрали в Югре. И теперь специалисты по этим технологиям часто и гости у нас в регионе. Мы постарались, чтобы четко были изложены принципы бережливости. Они были преломлены к тому, что происходит в государственных органах, к тем задачам, которые выполняют люди, работающие в государственных органах, бюджетных организациях. И постарались изложить это достаточно занимательной, так сказать, простой форме. Причем в Югре внедрять методы бережливости будут не только на промышленных предприятиях, но и в органах власти. Итогом станет сокращение сроков принятия решений или оказания услуг. В натуральном выражении на один вложенный в технологии рубль придется 200 рублей экономии. Поэтапное и неизбежное внедрение бережливости прописано в стратегии развития региона до 2030 года. Пока переход на новые принципы работы применяют лишь отдельные организации. Среди органов власти это Департамент общественных и внешних связей Югры. Если гражданин обратился сегодня, например, в органы власти, то он должен ждать ответа где-то 30 дней. В условиях, безусловно, информационного общества это далеко не оптимально. Мы стремимся максимально сократить эти показатели. И для этого нам нужно значительно повышать производительность труда, сокращать все виды потерь. Вот, собственно говоря, сегодня именно этому эксперты нас и обучали. Разработка методик и постоянное проведение тренингов позволяют внедрять технологии бережливости плавно, что называется без отрыва от производства. Результат, соответственно, появляется также постепенно. Поэтому объективно оценить эффективность новых технологий мы сможем только через время. Дмитрий Подлесной, Сургут Интерновости при поддержке телеканала Югра. Кто первый встал, того путевка. С 1 марта начинается прием заявлений на каникулярный отдых детей. Ведут его заочно, либо через портал госуслуги, либо через многофункциональные центры. Судя по предварительной записи, спрос на услуги высокий. В ФЦ Сургута набралось уже более 700 желающих. Чтобы встать в очередь, родители школьников должны предоставить ряд документов. Паспорт, свидетельство о рождении, справку о состоянии здоровья ребенка, предоставленную государственной больницей. Исходя из опыта работы, сотрудники МФЦ предупреждают Сургутя на большом потоке клиентов в первый день весны. Помимо оказания уже привычных услуг, в текущем году здесь планируют внедрить еще 13 новых. Некоторые из них предоставляются уже с февраля. Например, в офисе МФЦ теперь можно подать заявление на очередь в детский сад или получить справку из БТИ. Нужно будет обращаться в МФЦ, делать запрос. То есть все базы переведены, все архивы БТИ, БТИ всего округа переведены в Ханты-Мансиск. Созданное специальное казенное учреждение. И запросы будут направляться всеми МФЦ округами туда, потом формироваться ответы, получать результаты будут тоже в МФЦ. Минувшее воскресенье, которое православные называют прощенным, завершило Масленичную седмицу. Это древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Каждый год Масленицу отмечают в разное время. В этот раз с 20 по 26 февраля. Все празднования сводятся к проводам зимы и ожиданию весны. По традиции люди катаются на санях, пекут блины, ходят в гости. Апогей праздника – сжигание чучела, олицетворяющего зимние метели и морозы. А уже с этого понедельника по церковному календарю начинается Великий пост. Пост в Сургуте Масленицу принято отмечать размахом. Народные гуляния развернулись сразу на нескольких площадках. На территории городского культурного центра в микрорайоне строителей на уличной сцене выступили местные творческие коллективы. В программе были заявлены песни, танцы и сказки. Основной упор сделали на детские развлечения. Хороводы, бои подушками и другие задания на силу и ловкость. Организаторы говорят, что если правильно играть с подрастающим поколением и не только на Масленицу, это сделает будущих взрослых умелыми. Плюс ко всему подобный семейный отдых укрепляет взаимоотношения отцов и детей. Если папа играет с детьми, это все потом возвращается в 100 крат. А если мама, если всей семьей, еще и дедушки и бабушки, вот в этом сила и здоровье. Игры могут быть разные. Можно взять любую из игр, которые я из своего детства. Можно поиграть в казаки-разбойники. Ну, сегодня у нас праздник. И, так скажем, то, что мы можем взять в руки, там, мячик или, там, допустим, палку, и с ней сыграть или со скакалочкой, там, поиграть чуть-чуть, здоровье в тело вернуть. Игра – это самый лучший инструмент, который может нашим детям показать, что в этом нашем миру допустимо. Нормы какие-то, законы общества через игру подаются. А здесь дети, которые даже если он в каком-то соревновательном этапе проиграл, он не проигрывает. Потому что, когда они обнялись, тот, который с ним был вроде бы соперником, они поделились. И победила дружба. И в этом сила. Участвовали в активных играх и взрослые. Но уже на площади перед театром Сургу. Прыгали в мешках. Выходили на импровизированные кулачные бои. Штурмовали столб с призами. Не обошлось и без обязательных масленичных атрибутов. Жигание чучело, конкурсов, ярмарки, театрализованного представления. Мужчины участвовали в молодецких забавах. Срывали друг с друга шапки. А в конце должен был остаться только один. Самый ловкий, сумевший отстоять свой головной убор. Он и победитель. Сегодня мы здесь организуем вот такие богатырские игры. Стараемся как можно больше молодежи привлечь. Там поединки на ножах, на палочках. Значит, массовое перетягивание каната, борьба, значит, цепь. Сейчас еще будет стенка на стенку и взятие крепости. Кровь будет? Крови не будет. Почему? Потому что стараемся все по технике безопасности, никаких травмоопасных предметов. Все возможно, конечно, но будем стараться, чтобы этого не было. Никаких ударов руками, ничего этого нет. То есть только толкание, все безопасно, так как гуляния у нас такие народные. Широкую масленицу провели и в детском саду «Золотая рыбка». Более сотни воспитанников учреждения вышли на праздничные гуляния. Таким образом, воспитатели стремятся познакомить и привить любовь у подрастающего поколения к народным праздникам, традициям. В мероприятии также приняли участие и родители. Прямо на территории сада были организованы тематические павильоны. В одном проходили мастер-классы по изготовлению кукол, в другом – народные игры и обряды. В финале ребята вводили дружный хоровод. На масленицу надо печь блины, с чаем надо их пить, а еще надо есть баранки. Можно кушать пирожки, можно кушать публики и пить чай. Надо сжечь масленицу и провожать зиму. Всем нам известно, что корни этого праздника имеют и языческие, и православные, и народные традиции. Вот сегодня мы вместе с нашими воспитанниками прикоснемся к нравственным основам, обратимся к лучшим образцам поэтического, народного, музыкального творчества. И сегодня у нас нет никаких национальностей. Это общий праздник, поэтому все вместе, дружно. Бросай курить, возьми конфетку. К череде масленичных праздников присоединились и сургутские спасатели. Они провели мероприятие МЧС за здоровый образ жизни. Порядка сотни сотрудников сургутского пожарно-спасательного гарнизона и курсанты устроили массовое катание на коньках, а затем в ледовом городке на проспекте Мира они обменивали бринчики и конфеты на сигареты и изъятые табачные изделия торжественно уничтожили. Здравствуйте. А вы курите? Да. А у нас сегодня проходит акция «Меняй сигареты на конфеты». Не придите присоединиться. Да! Да можно. А что нужно? Сигарету? Да. Одна сигарета, одна конфета. Папа, дай мне сигареты. Спасибо. Данное мероприятие проводится по всей России. Изначально стартовало в городе Москве. Данный флешмоб проводится под девизом «МЧС за здоровый и безопасный образ жизни». В Сургуте проходит седьмой тур чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Местные коллективы «Нефтяник» и «Факел» уже провели по две игры. Воспитанники спортшколы со счетом 0-5 уступили лидеру турнира «Зи Курфу» из Екатеринбурга и сыграли в ничью с «Курганом» 1-1. «Факел» в первой встрече добился победы над дублером «Вессинары». И в игре за текущее первое место наша команда с результатом 3-7 проиграла «Зи Курфу». Пока «Газовики» сохраняют за собой вторую строчку и сегодня проведут заключительный поединок тура против «Кургана». Нам было намного легче, потому что команда «Факел» в основном играет в шестером. Последние туры идут буквально через неделю и тяжело в шестером вытягивать такой напряженный календарь, который сложился в последнее время. И не зря в первом тайме, если вы видели, они могли нам еще что-то противопоставить, а потом просто физически не в состоянии были. Волейбольный клуб «Газпром Югра» добился убедительной победы. Наша команда в 21-м туре Российской Суперлиги в гостях обыграла Оренбургский «Нефтяник». На все про все «Газпромовцам» понадобилось чуть меньше полутора часов. В первом и втором сетах сургутяне выглядели намного увереннее и полностью контролировали ход встречи. В третьем игровом отрезке «Нефтяник» сумел переломить ход матча. К середине партии хозяева вели со счетом 12-6. Гостям удалось в самой концовке сета догнать оппонентов. В игре на больше-меньше удача была на стороне «Газпрома». 3-0 победа нашей команды. В следующем туре 5 марта «Газпром Югра» на своей площадке примет чемпиона страны «Казанский «Зенит». К этой минуте у меня все. Всего доброго. До встречи. Сургутская филармония Жаз-дива Нино Катамадзе в сопровождении музыкального коллектива «Инсайт». С презентацией нового альбома «Еллоу». Партнеры мероприятия «Кафе Севен». Гостиница «Екатеринин Двор». Арт-ферма «Розовый крокодил». Заказ билетов и справки по телефону 780707. 4 и 7 марта в Сургуте. Чемпионат России по баскетболу. Университет «Югра» против команд «Спартак Приморье» и «Сахалин». Приходи болеть за своих в спорткомплекс «Энергетик». Когда имидж для вас не пустое слово. Когда уверенность в себе ваша кредо. Когда вы цените каждую минуту релакса. Тогда вам точно понравится наша контора. Новая мужская парикмахерская контора. Магазин «Сапфир». Мир очарования, созданный талантливыми мастерами Урала. В ассортименте изумительные образцы ювелирного искусства с драгоценными камнями. Коллекция эксклюзивных изделий с московской выставки. Магазин «Сапфир». Улица Сибирская, 15. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Компания «Сипромстрой» открывает бронирование квартир в новых домах за ТРЦ «Аура». Телефон отдела продаж в Сургуте – 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. Погода в Приобе формирует атлантический циклон, доставляя в регион очень теплые воздушные массы. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно, временами снег, переходящий в мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха минус 2, плюс 3. Пусть праздник будет с вами всегда! Большой выбор подарков – тульские и персидские самовары, дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты ждут вас в магазине «Домашний погребок». В магазине «Домашний погребок» скидка 30% на шайки, черпаки, запариватели и на водопад дубовый для бани. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба. Милана, Лиза, Анна! Какой выбрать, мама? Может, Анастасию? Она как ты, красивая! Куклы-подружки – лучшие игрушки. Уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам благоприятного дня и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова